Эскиз портитуры у колеры, вочи у воши, истоты, соловки, портрет. Лариса Дянисова не давала абстрактные назвы своим фотографичным проектам. Коли она пошла с життя, то ее сябры и коллеги так само узгадали ее конкретные справы, светлые истории, связанные с Ларисой. Она была очень такая увлеченная собачница. И вот она свою собаку, которая весила, наверное, килограмм сорок, старого-старого, одного из самых первых лабрадоров в Минске, она носила уже на руках последние его дни. Это вот видно было ее отношение ко всему, к живому, как она относится. У фотоклубе Минск Ларису Дянисову помнят и любят, бо и она была сябром фотоклуба коля 16-ти годов. Многие его удельники навод спробовали переймать ее стиль фотографования. Лариса еще как-то долгое время стеснялась. А потом, когда я ее привел в фотоклуб, выяснилось совершенно неожиданно, что она еще до меня лет 10 назад училась в студии, ну, Аркадия Берилко. А Аркадий Берилко у нас вот знаковая личность в фотографии Беларуси. Одну с фотографичных серий, якая переросла у целый фильм, присвященный Соловкам, она зарабила подчас туристичной поездки, коли там отбывалась церковная свято. Да и кожную ее работу с любой серией вылучала авторская отметность и свой особливый погляд на звычайные речи. Она сама по себе вот космос, и вот у нее космос в душе, и она его находила всюду. Вот ее есть работа, ну, видите, обычная лужа, и вот там она находит такие космические сюжеты. В любой, как говорится, месте, просто под ногами. Вот мы проходим все, а она под этими ногами, где вот идет просто в обычной луже. Найдет такую работу, которую ты потом, когда увидишь, и подумаешь, ну, это ж фантастика вообще. Работы с выявами районов Старога Минска, где желала Ларыса Дянисова, древы, які оттанчут на ее здымках, можно убачить у фотоклубе Минск, які заховывая фототеку фотографа со светлой душой.